Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения» и я, ее ведущий, Владислав Жуковский. Сегодня с нашими гостями мы поговорим о том, что на самом деле произошло в Бирюлево, была ли это провокация националистов или реакция граждан на произвол этнической мафии и коррумпированных чиновников. Сегодня у нас в студии Евгений Арсентьевич Черноусов, адвокат Московской коллегии адвокатов, полковник милиции в отставке, кандидат юридических наук. Юрий Петрович Синельщиков, депутат Госдумы фракции КПРФ, член Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Вячеслав Александрович Поставнин, президент фонда эмиграции 21 век, экс-самдиректора ФМС России. И чуть позже к нам присоединится Иван Борисович Миронов, кандидат исторических наук, писатель, общественный деятель. Что все-таки на самом деле произошло в Бирюлево? Была ли это провокация каких-то националистов, либо рассерженных граждан, либо действительно это был ответ москвичей, которые устали жить под натиском мигрантов? Произошло вот событие убийства, якобы совершил кто-то из мигрантов, такая была посылка, версия. Люди вышли, решили заодно все высказать власти. Власть была не готова к этому, совершенно не готова. Сидела там в кабинет, вообще никто не вышел, испугались, честно сказать. Но самое главное, что там люди доведены до ручки. Они не могли жить спокойно, дети не могли спокойно выходить вечером, днем. И все это вылилось вот в такие вот события. Но я против того, что вот потом подхватили там националисты, я не знаю, кто это подхватил. И пошли массовые беспорядки. Фактически там не хулиганство, там поджоги, переворачивали машины. Это и есть масса беспорядки, статья. Недовольство копилось не первый день, не первый месяц, даже не первый год. Вот если люди боятся выходить на улицу и видят засилие колоссальное, приток из законной иммигранции, незаконных иммигрантов огромное количество. И почему раньше власти не реагировали? В те же самые силовики, правоохранительные органы, руководство муниципалитета. Ответ тоже ясен. Всех это устраивало. Моя версия такая, что там кормились многие на этой базе. Там оборот денег большой. Безусловно, это трудно доказать. Почему трудно доказать? Надо было разработку, там заводить дело оперативного учета, тому же ОБЭПа и так далее, которые тоже ничего не сделали, МВД там. Что они там сваливают на участковых? Какие там участковые? Там хищение на такие суммы. А ничего же не делалось. Все-таки действительно, насколько тесно срослось в России государство, с одной стороны, с другой стороны, криминальные структуры, организованные преступные группировки и иммигранты, которые приезжают в Россию в огромном количестве. На мой взгляд, там ситуация действительно достаточно проста. Был пройден порог терпимости, порог толерантности. Там же не только была эта огромная база. Там еще несколько лет назад был тоже огромный рынок Эмирал еще. Вот он прекратил свое существование. Его, когда пришел Сергей Семенович Собянин, он его закрыл. Но люди там, которые работали, естественно, они куда-то должны вредиться. Потом у нас был пример с Черкизоном, да, так известно. Какие там, правильные коллеги согласны, какие участковые? В Черкизон там не то, что участковый не мог зайти, туда вообще и начальник УВД округа зайти не мог на территорию вообще. Это государство в государство. Да, я могу сказать пример из собственной практики, например. Был я в Уссурийске, зашли мы на рынок китайский. Огромный рынок, приграничный там. Я специально взял сотрудника МВД милиции, писал с собой, чтобы не было проблем. У нас была камера, я был еще руководитель. Так вот нас не пускали на этот рынок с камерой. Я говорю, ну у вас же представитель власти стоит в погонах, подполковник целый, местный. Ну, они потом сказали, нам, собственно, наплевать на местный. На своя власть. Мы нет, мы на край замыкаемся, чего там. Это к вопросу о том, кто за это отвечает. И уровень этой базы, это не уровень, не то что участковый, да даже, наверное, не уровень округа вопросы решать там. То есть вопрос даже не о низовой коррупции, а коррупция на уровне руководства города. Да, да, конечно. И только города, и на самый верх страны. Это миллиардные обороты. Ну, кто же даст участковому контролировать миллиардные обороты? Ну, не смешите. Ну, и люди, естественно, терпели, терпели вот эти трагические ситуации. Действительно, это было просто как угодно. Катализаторы дали, искру там, запал, как угодно назовите, да. Это могло случиться не только в Берилево. Случилось в Берилево, потому что там концентрация вот этих вот нелегальных мигрантов и вот этого пренебрежения к обществу достигло критической точки. Больше терпеть невозможно. Вот. Теперь по поводу того, что все-таки, почему это происходит, как вы сказали. Да, миграция у нас, конечно, неуправляемая. Там уже больше 10 миллионов. Вот та модель, которая у нас сейчас существует, управление миграцией, она уже себя исчерпала, она не работает. Вот это вот, как я представляю себе, да, попытка, что все они будут нелегалами, все они будут бояться дубинки, полицейского свистка. Хотя, заметьте, во всем мире бунтуют мигранты или потомки мигрантов, граждане страны. У нас единственный случай в мире, в мировой практике, когда титульное население не выдержало мигрантов и вышло на улицы громить. А нам же говорят, что мы не допустим беспорядков, как в Англии, во Франции, в Швеции. Да, такого не было. Это говорит о том, что граждане не верят самому государству. Это говорит о том, что роль граждан в управлении своей жизнью на низовом уровне нулевая. Поэтому у них нет других институтов выражения своей воли. Они жаловались, писали, но на это не обращали внимания. Нет действенных институтов учета мнения населения. Так у нас действительно государство срослось даже на самом высоком уровне с криминальными структурами, с этнической мафией? Ну, наверное, это не совсем так, что оно вот прям срослось. Но ситуация действительно тяжелая. Я просто, коль скоро речь идет об этой базе, хочу сказать, что сразу же после того, как произошли эти события, стали вестись разговоры. А что там, проверки были, не были проверки? Кто-то говорил, что их никто же не проверял. Кто-то говорит, да нет, проверяли. И вот, значит, некоторые контролеры начинают возмущаться. Да, вот я хотел пойти с проверкой, но меня прокуратура не пустила. Начинаем выяснять дальше картину. Оказывается, действительно прокуратура не пускала. Но вместе с проверками-то ходили. С проверками ходили и много, но только нарушений не выявляли. А ходили для чего? Мы понимаем, для чего. Для того, чтобы побору организовывать. А прокуратура-то не пускала. Почему? Потому что прокуратура сейчас составляет графики проверок. И коль скоро прокуратуру видит, что запроверяли, заходили туда, неведомо сколько много, нарушений не выявляют, что же ходить. Прокуратура просто сдерживала коррупцию. Вот все, что она делала. И правильно она поступала в этой ситуации. Другое дело, что, может быть, надо было организовать в прокуратуре такие проверки, которые позволили бы навести порядок. Уважаемые телезрители, нам в студию присоединиться сейчас Иван Борисович Миронов, наш четвертый участник нашей дискуссии сегодняшней. Вопрос к вам, как представителю именно националистического движения. Действительно ли Бирюлева взорвалось, потому что там были какие-то провокации националистов, какие-то подстрекатели? Или все просто действительно накипело, граждане устали от произвола и коррупционеров, и этнической мафии? Ну, конечно, сколько уже можно терпеть? Можно, опять-таки, искать там, назначать там кучу виновных, начиная от каких-то провокаторов. Да, были провокаторы. Но провокаторы, они отвели людей от управы на овощеплодоводоводов, плодо-овощную базу. Они переключили вектор скоррумпированных чиновников и ментов уже чисто вот на вот этих работяг, которые живут, занимаются беспределом, находятся в стране нелегально. Говорить, что это организовали националисты или кто-то еще, чтобы там отжать рынок, возможно, сошлись интересы в одной точке. Но то, что сегодня обычные граждане, бирюлевцы, я был там вечером, я видел этих угрюмых пенсионеров, этих женщин, семейные пары, которые вечером пришли на народный сход. Говорить, что они подстрекатели, провокаторы, но это смешно, это нелепо. Потому что, конечно, это уже надоело. У меня родственники живут в Бирюлево. Они говорят, что что бы там ни происходило, какие бы заявления ни несли на эту мафию этническую, правоохранительные органы не принимают заявления. Ходят слухи, что местные менты, они даже крышуют вот эти бригады этнические, которые занимаются квартирами, наркотиками, потому что очень удобно. За ними всегда стоит диаспора, и их гораздо тяжелее, сложнее вытянуть даже на признательные показания в случае приема. Вот все-таки виноваты, с вашей точки зрения, руководители на местах, главы муниципалитетов, управ, кого угодно? Или это все-таки система на вертикально построенных пирамидах, где кормятся и федеральные чиновники, и руководство страны первые лица в том числе? Система гнилая уже до такой степени, что даже если первые лица захотят что-то исправить, исправить будет невозможно. Потому что тогда понадобятся репрессии 1937 года, когда нужно будет вычищать, сажать весь там руководящий состав ФМС, МВД, который именно сидит на земле и занимается крошеванием вот этих ребят, которые очень плотно сотрудничают с диаспорами. Ведь обратите внимание, что еще произошло. Несколько дней азербайджанская диаспора не выдавала убийцу. Понимая, что это преступник, что это убийца, да, не выдавала, потому что действует закон один за всех и все за одного. Если можно было вот в этой ситуации заплатить и выкупить, и закрыть дело, они бы это сделали. Но общественный резонанс, который поднялся именно благодаря этим ребятам, которые не побоялись и вышли на улицу, в Берелево, не удалось это преступление замолчать, как и другие. То есть видим повторение ситуации с Матвеевским рынком, когда избиение полицейского, по большому счету, было снято на камеру и вызвало резонанс. Причем вопрос, а где было управление собственной безопасностью, тех же МВД, почему они не могут применять оружие табельное? Не надо упрощать ту ситуацию, что произошло в Берелево. Там огромная, крупнейшая база овощных. Я представляю, что это, я работал в Средней Азии, там самые мафиозные, самые богатые были. Директора заводконтор, тоже этнистическая, там была группировка только в Киргизии. Не киргизов, а уйгуров. Они захватили общий ПИД, они захватили овощные базы, за год конторы. Здесь просто вы должны понять, со Средней Азии и киргизы, и таджики, и узбеки, они не способны организовываться так, как это могут делать проживающие на Северном Кавказе, азербайджанцы. Азербайджанцы, ну азербайджанцы, когда работал МВД СССР по борьбе с незаконнооборотом наркотиков, ну слушайте, эти же поставки сюда наркотиков, ну 70% это азербайджанские преступные группировки. Мы их ловяли, я их задерживал, да, ну от различных мест. И все это скрывали, понимаете, нет у нас этнической преступности. Да скрывались. То есть колокольцев не прав, этническая преступность реально есть. Колокольцев? А сейчас кто говорит, что нету? После Берелева уже никто не говорил. И до Берелева говорил колокольцы, что есть этническая преступность. Мы должны, наверное, все-таки здесь точки над и поставить. Но вот сейчас, если президент Путин открыто говорит, что по большому счету у преступления нету этнической краски, и нету этнической преступности. При этом мы видим, что, скажем, за 9 месяцев текущего года пресечена деятельность только официально. 440 этнических криминальных групп. Уголовной ответственности привлечены 1200 активных участников. Более того, я закончил разговор, потому что, ну, в отличие, может быть, от других здесь, я не сидел в кабинете, а работал. Кстати говоря, в большей мере с этнической преступностью. Так вот, знаете, какие трудности? Трудности подбора спецаппарата. Трудности даже, когда надо оперативно выставить где-то задержание, надо переводчика найти. Масса трудностей. И они никого не пускали в другой национальности. Это было, и я думаю, и есть и сейчас. И с этим нужно, безусловно, делать. Что нужно делать? Как в Соединенных Штатах, как в Англии. Хватит рассуждать. Там, внедряя туда той же национальности, они называются агенты, это действуют сотрудники. Другого выхода нет. Если поставить участкового, перейдет он на сторону все равно своей национальности. Поймите правильно. Я в Средней Азии работал. Перейдет. А вот когда внедряется секретно, это другое дело. Вот это надо использовать. Лучше методику, которая во всем мире. По поводу того, что сказал президент, понятно, но он имел в виду, так сказать, в таком философском смысле, что у преступника не есть национальный, что преступника может быть... Искремление не было, как раз. Нет, ну может быть... Нет, в принципе, можно согласиться. Любой национальности может быть преступником. Да, здесь зависит от характера, да. Вот. Но здесь есть еще специфика, о чем правильно коллега говорил, да. Есть этнические группы, которые действуют несколько по другим законам, да. И чтобы с ней работать, надо сначала понять, вернее, определить, что это этническая преступная группа, и туда надо внедрять соответствующих людей, этого этноса. То есть это методы работы. Вот о чем речь. Тут надо разделять, да. Вот смысл высказанного. То есть здесь нет противоречия. Теперь по поводу рынков. Ну не секрет, мы понимаем, что все рынки находятся в руках азербайджанцев. Дело Тельмана живет и процветает. Вот. Это случилось не сегодня. Это случилось еще в 90-х годах. Это проблема... Мы все помним, наверное, да. Тогда уже были возмущения граждан по поводу того, что там азербайджанцы потихонечку эти рынки, как бы, так сказать, захватывают. Если вы помните, было даже убийство на влужниках гражданина Азербайджана и по Косомольскому проспекту унесли этот труп. Было вот тогда это противостояние было. И да, была масса передач, которая нам показывает, что азербайджанцы очень хорошие люди. Но я хочу сказать, что я не говорю, что они плохие. Вопрос. Они что сюда там? Приехали на танках, их что-то сброшили, как десант. Они захватывали силы эти рынки. Нет. Их отдали мы, да, наши русские, российские граждане, да. Вопрос, там, облеченные должностными полномочиями. Граждане или власть отдали, которым было выгодно работать с этой мафией? А власть, это что, не граждане, да? Это тоже наши граждане. И все согласятся, что... Граждане избрали. Да, мы их избрали, как бы, так сказать. Вот ситуация в чем. Мы сами... Это уже вопрос к нам, да, как к народу вообще. Как мы это так допустим? Даже если этот человек возглавляет что-то, он тоже часть нашего народа. Вот на самом деле это самое печальное. Я не знаю больше ни одной такой страны, когда вот такая ситуация могла быть. Когда сама власть придает интересы собственного народа. Это, конечно, крайне страна. Ну, просто работает на свой карман в шерных юрисдикциях. Юрий Петрович, вопрос к вам. Смотрите, значит, на встрече Путина с партактивом «Единая Россия» в октябре 2013 года, то есть незадолго до событий в Бирюлево, начальник штаба народной дружины района «Текстильщики» и депутат районного совета депутатов Игорь Абрамов затронул серьезную для россиян, для москвичей, в частности, тему нелегальной миграции. Ну, в частности, президент России ответил, что преступность не имеет этнической окраски. И более того, по его словам, в рамках миграционной политики необходимо защитить интересы приезжих и выстоять работу таким образом, чтобы они знали обычный закон того региона, в который приехали и соблюдали их. Так мы должны думать все-таки о чем и о ком? О гражданах России либо о приезжих? Нет, мы должны обо всем думать. Мы их сюда пустили, о них надо думать, никуда от этого не денешься. Но я, в принципе, согласен с Путиным насчет того, что не имеет окраски национальной. Я вообще, для того, чтобы анализировать вот эту проблему, наверное, надо посмотреть на статистику. А насколько распространена преступность среди вот этой категории людей? Ведь у нас есть официальная статистика. Давайте мы ее и, так сказать, посмотрим. Так вот, за много лет, статистика за много лет, начиная с 2003 года, показывает, что в целом по стране у нас на долю мигрантов приходится всего-навсего 3% преступлений совершенных. 3% преступлений. Это, разумеется, по раскрытым делам. Мы не можем говорить, там, где дела не раскрыты, кто там совершил их, ибо не знаем. Вот, более того, более того, что самое-то интересное. Вот никто не посчитал коэффициент. То есть, сколько преступлений совершают россияне, на, скажем, 100 человек. И сколько преступлений совершают мигранты на 100 человек. Ну, там в науке берут 100 тысяч, 10 тысяч. Давайте возьмем на 100 человек. Я посчитал сегодня, получается, россияне на 100 человек совершают одно преступление, взрослое население имеется в виду, которое может быть привлечено к уголовной ответственности. Ну, грубо. А мигранты 0,4 всего-навсего. Поэтому разговоры о том, что вот это сплошь, сплошь криминалитет, он ни на чем не основан. И в этом смысле, и в этом смысле, я очень даже согласен с моим политическим оппонентом, Васильевым, который выступал на заседании Думы в день отчета, так сказать, нашего главного полицейского и главного руководителя миграционной службы. Он сказал, что проблема эта излишне разогрета. Я тоже полагаю, что она излишне разогрета. Вы же понимаете, кто только мигрант. Мигрант он оперативно не освещает. Мы не знаем, кто это такой. Он совершает преступление. Практически ни черта не раскроешь это преступление. А вы сравняли с нашими. Вот в чем проблема. Люди уже здесь приехали, они нарушают закон. А раз он нарушает закон, он не будет продолжать нарушать закон. Нет, основная от массы закона приехала. Вы вообще выходите на улицу? Все законные они там. О чем вы говорите? Да больше половины не законные. Буквально официальные цифры. В Москве в 2013 году почти каждое шестое убийство, каждое третье изнасилование, половина грабежей совершили иностранцы. Об этом публично сообщил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. Только в Москве иностранными гражданами и лицами без гражданцев прямая речь. В первом полугодии текущего года 2013 совершено 6,5 тысяч преступлений, что больше на 40 с лишним процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И дальше. Почти все эти преступления совершены гражданами стран ближнего зарубежья. Иван, вы согласны с какой точкой зрения? Я хотел привести эту статистику, что в Москве это 20%. Это нам озвучивал Собянин. Так 3% всех правонарушений. Нет, 20%. По стране 3 и по Москве. Ну вот, он по России в целом. Каждое третье изнасилование совершает приезжий. Но еще есть такой один очень интересный момент. О нем почему-то мы не говорим. Что очень сложно раскрываются этнические преступления. Преступления. Потому что община покрывает друг друга. Заносится, не возбуждается. То, что мы говорили. И сколько это цифры зарегистрированных преступлений, раскрытых, по которым приговор суда вступил в законную силу. А слово не раскрывается, не вступает в силу решения. Потому что нет оперативного сопровождения. Мы об этом говорили. Вот в чем сложность. Умножайте в разы. То есть здесь должна быть статистика, сколько не дошло до суда. Сколько оправдано в результате коррупционного сговора с судьями, с прокурорами. И сколько, в принципе, не раскрыто. Вот отсюда, от чего нужно плясать. И у нас уже районы Москвы даже превращаются в гетто. В национальное гетто. То есть Черкизу, опять-таки, у меня очень базы. Да, и здесь не надо говорить, что дело вот, потому что какие-то таджики, узбеки, ченцы не воспитаны или еще что-то. Это менталитет, это психология народа, который оказался на чужой территории. Как только они оказались на чужой территории, они начинают вести войну против местного населения, чтобы выжить, борьбу за выживание. Когда русская эмиграция рванула в Китай, в Харбин, в течение нескольких лет самая мощная мафия, которая подмяла под себя весь Харбин и там часть Китая, это была русская мафия, которая крошевала все от игорного бизнеса, наркотиков и проституции. Поэтому что мы тогда ждем вот от этих милых ребят, которые приезжают? Кстати, еще немножко статистики. 40% всех приезжих это молодежь от 18 до 29 лет. Это социально нестабильные ребята, которые не нашли применения у себя на родине. Пытаются устроиться здесь. Конечно, спрашиваются, с чего вдруг спускаться в горы от родных мечетей, халвы, урюка, баранов, спускаться в равнину и видеть весь город, весь этот смрад. Потому что там не нашли применения. Потому что даже самый стабильный регион, как Чечня, экономический регион, социально благополучный регион, как Чеченская республика, даже там они себя не нашли. Они спускаются сюда. Работать очень сомневаются. Вот еще есть интересная цифра. Цитата Колокольцева, министром Тонио Дел. В текущем году на фоне общего снижения преступности на 10% фиксируется рост числа криминальных деяний, совершенных иностранными гражданами и лицами безгражданства. Причем поясняет, такая динамика отмечена на территории 57 субъектов Российской Федерации. Так все-таки мы видим, что действительно у нас на фоне общего улучшения криминогенной ситуации, вот с этническими группировками преступными и с мигрантами ситуация ухудшается. Ну, у меня нет оснований, скажем, не верить в то, что слова сказал наш министр внутренних дел. Наверное, у меня такая статистика есть. Но я должен сказать, что, во-первых, я согласен с Иваном, что здесь хочешь и не хочешь, ситуация такая будет. Закон больших чисел. Чем больше сюда их приезжает, так здесь находится больше, чем, скажем, нам говорит директор Федеральной инновационной службы. То есть 12 миллионов человек, а сколько? Их находится там. Эту цифру, я подчеркиваю, я не буду говорить даже свою, эту цифру озвучил президент в свое время. 15 миллионов. А ваша оценка 20? Моя оценка между 15 и 20. Вот. Точнее, я не могу сказать, никто не может сказать. Я назвал цифру только для президента. Такое чувство, что в Москве их миллиона только 3-4. Да. Вот. Самое там, самое большое количество концентрации находится здесь. И здесь самые активные находятся. Мы почему-то считаем, что в основном мигранты к нам едут зарабатывать. Кстати, мотивации разные. Зарабатывать не на кусок клево, как нам здесь представляется. Зарабатывать на дом себе построить там в Таджикистане, в Узбекистане. Купить еще одну машину хорошую, иномарку. Выдать замуж или жениться, в зависимости от того, какие-то проблемы есть. И еще большая, последнее время молодежь едет совсем с другими мотивами. Они не отягощены там семьей. Они едут для того, чтобы за возможностями в нашей стране. Потому что Москва, это тебе не кишлак, потому что там где-то в Таджикистане. Вот эта самая опасная категория лиц, не реализовав свои планы, они являются питательной средой, конечно, для преступных группировок. Хочу сообщить, Средняя Азия сплошь на 98-99% еду сюда от голода. Я был в Таджикистане не так давно. Я видел, как живет там народ. Помню, как жили в советские времена там люди. Наши деревни были намного хуже, чем тогдашнее сельское население жило наше. Сейчас нищета неимоверная. Сейчас по центру столицы женщины ходят в калошах и зимой и летом, потому что другой обуви нет и только это выпускается. Там страшная нищета. Они едут, потому что там дети у них умирают. Не за машиной, не за строениями. Они от голода едут сюда. Значит, что касается Средней Азии. Я там не проездом был, а я там работал, начальником милиции, и жил там. Там были бедные, очень бедные районы в Казахстане, в Киргизии окраины. Сейчас, может, они беднее живут. В городах там действительно жили, что касается Средней Азии. Ну, а это работящие люди, все они работали, какую-то работу находили. Сейчас там и этой работы нет. Если мы посмотрим по рынкам в Москве, мы увидим там, черт не знает, с каких районов. И они поделили между собой землячество уже Москву. Вот в чем проблема. То есть эти люди, это не те люди, которые из городов, которые получили хорошее образование, которые, так сказать, у них, к сожалению... А правоохранительные органы ничего сделать с этим не могут? На сегодня? Да. На сегодня я сказал. Единственный способ, проверенный во всем мире, это внедрять туда платных действующих сотрудников, получать информацию, и тогда у нас есть возможность раскрывать. Это не делалось. Я не знаю, почему это не делалось. Платить им хорошие деньги, безопасность обеспечить. Наверное, их туда кормят с этих рынков. Гораздо лучше, видимо, там, на рынках. Я не считаю, что русский народ должен выполнять какую-то гуманитарную функцию по спасению голодных таджиков. Сами бы прокормить себя. Для меня, все-таки, судьба одного русского парня, там, из Бирилева, из Марина, Люблина, откуда угодно, да, из того же Пугачева, гораздо важнее, чем судьбы таджистского этноса, азербайджанского этноса. Мне плевать на них. Мне главное то, что я вижу в стране, в которой я живу, в которой моя родина. Это первый вопрос. Второй момент. Вот интересно, два интервью было дано, да, коммерсанту. Рамадановский и Собянин. Собянин отвечает, 500-600 тысяч в Москве, 2 миллиона в области. В этот же день рамадановский приводит цифру, что на одном только учете мигрантов в Москве по округам стоит где-то порядка миллион 390 тысяч. Шесть раз больше. Только на учете. Добавьте к этому область, причем вся область, все, кто прописан в области, они в большинство в своем здесь, и умножьте в несколько раз официальные статистики. Москва уже далеко не русский город. Причем разбит именно вот по принципу, там, диаспор и структур. Когда говорят, мирные узбеки, которые никого не трогают, они тихо, спокойно живут, не самоорганизуются в мафии, в группировке. Посмотрите статистику, да, драки, раньше дрались там русские, там, со всеми остальными. Сейчас кто дерется? Узбеки, таджики с чеченцами. Узбеки, таджики с дагестанцами. Кто виноват, вот такие приезжающие в Россию мигранты или все-таки государства, федеральные власти, муниципальные власти, правоохранительные органы? Вот та сволочь, которая кормится с этих рабов, вот те, кто занимается поставками сюда, открывают эти шлюзы этнические, запускают сюда вот этих людей. И, скажем, вы на секундочку не забывайте, да, 40% молодежи, 40% это вот, вот, боевые мужики, соорганизованные. Если, допустим, даже пусть это минимум 15 миллионов, это то, что завтра может полыхнуть. Это та сила, которая может запросто взять власть в любом городе России, в любом городе. И ни один ОМОН их не остановит. Сама организация высокая, гораздо лучше. Завтра может подняться исламский зеленый флаг, да, и полыхнуть гражданская война. Выступая от фракции в ходе обсуждения ситуации в Бирюлево, зампред Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия», Владимир Васильев заявил, работают ли законы. Да, работают. Около 3000 эмигрантов закрыт въезд в страну. Система работ вышла на уровень не только самоокупаемости, и это огромнейший ресурс, которого еще недавно мы не имели. Так вот эти 3000 человек, которые не въехали, в частности, в Москву, допустим, на фоне 300 тысяч, которые как-то насчитал Собянин, почти полтора миллиона человек официально, которые стоят на учете, насчитал Рамадановский. Так эти 3000, они меняют погоду как-то в доме? Или это все-таки копейки, и власть больше создает видимость борьбы с миграцией? Здесь больше имитации работы. Не 3000, там речь идет о том, что закрыли въезд 300 тысяч, около 300 тысяч. Да, вот это вот, кстати, можно рассмотреть отдельно, да, и вот это вот показывает, как работает миграционная служба. Что такое 300 тысяч? Значит, это люди, которые по данным Центрального банка данных Федеральной миграционной службы, приехали и 120 дней находятся здесь, и непонятно где. То ли они выехали, зарегистрировались, не зарегистрировались, получили, что нет данных о них. То есть они как бы растворились здесь. Вот, тогда принимается решение закрыть им въезд. Что значит, им закрыли въезд, когда они находятся на территории России? Зачем им закрыли въезд? Но они теперь точно уже отсюда не выйдут. Поняв, что такая ситуация, то есть их уже внесли в список закрытников, они понимают, выехав, скорее всего, уже не пустят на границы. Что они делают? Переходят окончательно на нелегальное положение. Да, на самом деле, вот это вот плохая копирка западного опыта. Это опыт шенгенской зоны. Человек пробыл больше, чем ему дали по визе, время пребывания, но только и в ООН вносится сразу и закрывается въезд на 5 лет. Но только по выезду. Если ты выехал из территории Евросоюза, тебе тут же закрывается въезд, но не раньше. Если ты находишься на территории, даже нарушил миграционное законодательство, у тебя всегда есть путь легализации. Всегда. Вот у нас принципиальная ошибка, что... Нам нужно легализовать незаконных мигрантов, которые находятся в России. Потому что, понятно, человеку надо дать всегда выход. Если ты ему не даешь выхода, значит он будет нелегалом все время. Что нужно вообще делать, чтобы как-то навести порядок с миграционными потоками? Вести визовый режим, установить какие-то санитарные и прочие фильтры? Самый мощный инструмент в мире другого не существует, конечно, визовый режим. Самый мощный, чтобы побороть нелегальную миграцию. И весь мир борется с нелегальной миграцией на поступах. Внутри себя уже никто не борется. Легализует их. Амнистию проводит. Потому что, не легализуя их, мы тут же коррумпируем нашу полицию и ФМС. Понятно, да? А куда их деть? Миллионы. Если здесь миллионы находятся, куда их поведет даже участковый или ППСник? Вот он собрал тысячу человек. Приведет в отделение милиции. Ему шел начальник отделения и скажет, ты что, дурак, что ли? Куда их дену-то? Теперь представьте, что такое депортировать. Ведь тоже должны понимать, что такое депортация. Знаете, сколько мы депортируем? 8 тысяч человек в год. Только Азербайджан депортируют в свои территории людей. Это смешно. Американцы депортируют 400 тысяч в год. Вот мы какую должны цифру. Но чтобы депортировать 400 тысяч в год, их надо где-то сначала собрать, поместить, кормить, держать, а потом вывезти. Это еще один ПСИН надо построить. Что делает КПРФ, как думская фракция, чтобы действительно бороться с незаконным притоком? И вообще, или как-то упорядочить миграционные потоки в России? Ну, вообще, для того, чтобы говорить, что делать, надо все-таки четко разобраться в причинах. Причины мы пока что не назвали. И кто вообще во всем этим заинтересован, тоже не определили. А кто заинтересован? А кто заинтересован? Заинтересован бизнес российский. Сплошь заинтересован. Потому что официальная заработная плата у мигранта, только официальная, в 2-2,5 раза ниже, чем у нашего российского рабочего. Это официально. На самом деле, как уже выяснилось, она еще ниже, чем в 2-2,5 раза. И их удобно в качестве рабов держать. Но если бизнесу выгодно, то понятно, Бог. Значит, выгодны и государству? Это государство, силовые венды. Значит, государству выгодно. Раз бизнес выгодно. Голова гниет, а рыба с головы гнет. А бизнес просто свои коммерческие интересы отстаивает. А вообще работодатель у нас государство. Да, значит, и государству выгодно. Да, мы сели нас să иду. И в положение рабовых держать выгодно, бесправных. Да. Чтобы они не пищали, чтобы они жили в подвалах, на чердаках, не знаю, где еще. То есть претензий к государству предъявлять нужно. к правоохранительным органам, к исполнительным властям. Вы знаете, все крупные стройки, которые в последнее время проводятся, там Сочи, АТЭС, газопроводы, нефтьепроводы, все самое крупное проводится руками мигрантов. Вот проблема. Он еще здесь дорогу строит, тоже все до одного. Посмотрите вокруг. И смотрите еще. И что интересно, сейчас 108 закон, 108 закон о подготовке и проведении Чемпионата мира по футболу 2018 года. Там есть раздел, трудовая миграция. И что там написано? Что правительство вправе установить особый порядок привлечения иностранных граждан. А что такое за особый порядок? Особый. Понятно, что льготный. Как в Сочи. А и в Сочи тоже льготный порядок по заводу рабочей силы. Да, да, да. И там будет. Но только будет уже 11 городов, где будут строить стадионы. Вот чуть попозже мы увидим еще масштабную миграцию. То есть есть риски того, что пойдет такой неконтолируемый наплыв миграционно дешевого рабочей силы. Обязательно. Обязательно это будет. Спасибо, уважаемый. Сейчас хотелось бы услышать мнение Владимира Колокольцева, министра внутренних дел, относительно событий в Бирюлево и о том, кому выгодны мигранты в России. Всего за 9 месяцев текущего года выявлено свыше 3000 преступлений в сфере оптовой торговли, в том числе 408 коррупционной направленности. Основой коррупции в этой сфере являются доходы от использования дешевой рабочей силы. Очевидно, что нелегальный трудовой мигрант выгоден экономически. Пока данное обстоятельство будет сохраняться, спрос на него не исчезнет. А значит, иммиграционные потоки в наше государство не сократятся. Отсюда целый ряд негативных последствий. Так все-таки, кому выгодны эти мигранты? Бизнесменам, государствам, либо всем вместе? Все кормятся у этого грязного источника. Колокольцев, он правильно сказал, у него нет выхода, чтобы сказать правду. Почему? Потому что он понимает, что самый легкий выход это все свалить на Учискова, на полицию. Вы обратили внимание, что в последнее время прокуратуру не вспоминают, ФСБ вообще не вспоминают. Они несут ответственность за все? Да все несут ответственность. О чем вы говорите? Я живу в них спецаппарат, у ФСБ. Все хорошо пристроились за счет того, что продолжают мордовать полицию. Но их, правда, много. Это очень плохо. Это очень плохо. Понимаете? И вот Колокольцев, понимая это, он сказал правду, что да, выгодно. А он ничего не может сделать, раз государству выгодно. В этом вся и причина. То есть выгодно и не только бизнесу, но и государству, которое, зао Россия выгодно. Всем человекам, которые... А вот он сказал тебе, в следующий раз скажут, а где полиция? Он сказал, а я говорил, это не в моих компетенциях. Потому что выгодно их сюда. Как им его делать? Правильно сделал. Он подстраховался сам. То есть решил не плевать в тот колодец, где сам работает? Естественно. Он миграционно этой политике руководитель сказал, вы знаете, у нас в 15-м году будут иностранные паспорта, это достаточно. Подождите, Берелево произошло. Так еще надо дожить до 15-го года. Эти массовые беспорядки превратятся в массовые убийства, массовые изнасилования, грабежи. Так а кто взорвется? Титульная нация, социально-этическое большинство России, то есть сами граждане России, москвичи, кто угодно. Либо наоборот, мигранты, если на них немножко надавить и закрутить гаечки. Кто взорвется-то, где будет бунт? Местное население, вот Берелева, они некомфортно жили, вот они взорвались. А теперь есть пример для других регионов. Вы думаете, что они не будут выходить на улицы? Они будут выходить на улицы. А что вы говорите? Люди, это же, вы не представляете, что полиция сделает? Я же видел эти тысячи, толпы людей. Вы будете там стрелять, что ли? Да вы никто не будете. Надо решать вопросы, а не до 15-го года паспорта иностранных все решить. Понимаете, для государства это бизнес, да? Как любой такой высокоприбыльный бизнес. Наркотики, оружие, работорговля. Если у тебя есть бизнес, то ты можешь отказаться только под угрозу, если снесут башку. Потому что, если у тебя снесут башку, ты будешь и без башки, и без бизнеса. То есть, это неэффективно. Потреблять не сможешь, конечно. Бизнес не нужен, бизнеса тоже не будет вместе с башкой. Так вот, государство может сегодня отказаться от этой системы только под угрозой, что то же самое, как в Бирюлево, вспыхнет в Центральном административном округе, да, и снесет весь этот крем. Только под угрозой. И манежка, манежка была. Не хватило сил. Выет 50 тысяч. Все, на этом вопрос закроется, межнациональный. Это безвести не решить. Но если сегодня, даже по тому законодательству, которое существует, заставить его исполнять чиновников, это медицинские фильтры, это образовательные фильтры, то львиную долю можно будет отсечь приезжих. Вот этот поток, а он за 4 года на 40% только официально повысился. И, кстати, по поводу депортации. Знаете, сколько за полгода депортировано? 600 человек. Да. А за незаконную миграцию возбуждено 500 дел всего. А должно быть 1000 раз больше. Если говорят, что минимальная планка мигрантов здесь в стране 15 миллионов, то умножайте. Иван, так они выйдут у нас, уважаемые мигранты, в том числе те группировки этнические, криминальные, которых крышуют с оружием на улицу. Власти решат навести порядок. Если здесь будут работать закон и фильтры, закон, то половины здесь не будет уже завтра. Потому что им выгодно здесь находиться только вот в этом при коррупционной системе. И тем более деньги, которые они получают, все они не работают на российскую экономику. Они идут за рубеж. Потому что здесь они не тратят ничего. Они едят из миски и живут 70% мигрантов. Они живут в подвалах и в вагончиках. И, кстати, наверное, стоит еще посмотреть, кого депортируют и против кого возбуждаются дела. Я думаю, это прежде всего украинцы, которые живут на виду. Они живут цивилизованно. Они не живут на цепи и в будках. Их легче поймать, проверить, получить и выслать. И они попадают в статистику. Все остальное они оказываются за пределом. Что нужно делать? Можно действительно просто начать исполнять те законы, которые есть. И что касается визового режима, нужны визы нам. И вот это красные фильтры языковые, санитарные, по здравоохранению и прочее. Законодательство надо выполнять. Это первое, что надо сделать. Не надо больше ничего придумать. Для начала надо выполнять эти законы, какие у нас существуют. Визовый режим. Да, я сказал, еще раз повторю, что это самый мощный инструмент. Но он требует подготовки, достаточно длительной подготовки и огромного количества вливания денег. Вот что, видимо, и останавливает. Нам нужно строить систему управления миграционными потоками. Отлично от того, что существует, скажем, в Западной Европе и в Соединенных Штатах Америки. Поскольку у нас нет границ и надо забывать, что в странах СНГ живет еще 20 миллионов как минимум наших соотечественников. Любое неправильное телодвижение миграционной политики отзывается на них. Мы вообще как-то разорванный народ. Это странно, вообще страшно. Наших сограждан так ущемляют и прибалты, прежде всего, но мы как-то не особо сильно реагируем. Вот, вот, вот. Но это отдельная тема. Давайте не будем погружаться. Мы просто там вообще умрем. Что там творится с нашими согражданами и как вообще получает гражданство. Это отдельная тема. И кто ее получает в наше гражданство? Но с вашей точки зрения сегодня государство контролирует миграционные потоки. Ситуацию держит под контролем? Не держит, к сожалению, не держит. И мы как эксперты уже неоднократно говорили, предлагая модели. Мы вообще утратили контроль над миграционной ситуацией. И Бирилева, и, кстати говоря, мы как эксперты предупреждали еще год назад, что у нас кончится взрывом нашего населения, в отличие от всех западных стран. Вот везде, во всех странах миграционных, которые принимают мигрантов, выигрывает еще население. Они терпят и понимают за что. Потому что дешевый труд дают добавочный продукт, которым пользуются все граждане. Американцы на этом поднимались вообще. Они угробили китайцев в 40 тысяч человек, чтобы построить железнодороги. Ну, построили дешево очень. Так вот, а у нас деньги у кого? У чиновников, у работодателей и криминала. А люди, простые люди, почему они вышли в Бирилево? Они этого не понимают. Представьте на секунду, если бы от муниципального образования бы зависел этот рынок. И они говорили, слушайте рынок, либо вы наводите порядок и платите деньги вот в управу. Вот за аренду этого рынка платите. И договор аренды продлевается, не продлевается, решает управа. Вот тогда можно управу наказывать за это дело. Но тогда бы люди понимали, за что они требуют. Например, им бы построили школы, пенсионерам бы доплачивали деньги. Ну, массу можно вещей делать. Тогда бы люди понимали, за что они, что они терпят-то тут. Есть такая точка зрения, особенно любят либеральные экономисты, что нельзя наводить такой вот жесткой рукопорядок с миграционными потоками. Якобы автоматически вырастут цены на плодобощную продукцию, товары, услуги первой необходимости, всплеск цен, разгон инфляции, негативные социальные последствия. Чуть ли не помрет вся Россия без мигрантов. Да нет, это уже пройденный этап. Во всем мире уже поняли, что рыночные механизмы иммиграцию не решили. С миграцией столкнулись все. Знаете, как голландцы и португальцы выступают против этого. Эксперты такие же, как я, я с ними общаюсь со всеми. Та же самая проблема, но только там. Они просто понимают, они смотрят вперед, что столкновение культур, оно налицо везде. И все этого боятся. У нас это принимает чудовищный размер. Это хорошо, что просто русский народ очень терпеливый. Долго терпит, но очень ярко взрывается. Вот удивительно. На стройках работают мигранты. Они получают там достаточно копейки, вообще не так много получают. У нас даже квартиры стоят дешево. Они что, дешево стоят? Дешево стоят по 1000 долларов, даже меньше. А продается по 4-5 тысяч долларов. Ну вот о чем речь. То есть вопрос здесь. Мы даже с этого получить ничего не можем. По поводу овощей, кстати. Вот у меня товарищ в Саратове выращивает арбузы, у него бухчевые, сельское хозяйство. Он говорит, у нас вот арбузы, мы готовы их отдавать по 3,5 рубля. По 3,5 рубля, да? Плюс рубль, это дорога. Здесь они уже по 20. Если ты позвонишь в компанию и скажешь, мне нужно тут арбузы перевезти, тебе скажут нет. Ни за какие-нибудь деньги. Но при этом все трассы, забитые дагестанскими фурами, приходят эти ребята, говорят, слышь, дай мне порублю, килограмм порублю заберу. То есть они выдавили всех и порублю забирают, хотя там себестоимость, чтобы крестьянин был в наваре, но это хотя бы 2 рубля. Где-то прибыль-то оседает, а вам у кого? Это перекупщики, спекулянты, криминальные структуры. Где все эти деньги? Посмотрите там по тоже берлевской базе, там Майбахи стоят, там Бентли. Вот там все это оседает. И кроме того, вот как с этим бороться? Понимаете, сейчас государство противостоит общине и диаспоре, которые не выдают своих. Вот надо создать такую систему, когда бы они, вот эта круговая порука не работала, они бы сами его брали и выдавали власти. Как это сделать? Если приезжает кто-то сюда в Россию, за него должны получиться ну хотя бы человек 10, его родственников, да, там друзей, знакомых. И в случае нарушения им закона, этих десятерых должны депортировать вместе с ним. Они также должны привлекаться к ответственности. Если мы имеем дело с круговой порукой, то только такими методами по-другому никак не сделаешь. Нет, включение населения местное. Пока мы не включим население, не найдем эти формы включения населения, только оно может справиться. Воселение включается только как-то взрывоопасно с вилами и с лопатами. Не, ну, по-другому, надо институт создать, чтобы это было цивилизованно. Не с вилами, никаких вилок. Ничего не было, да, реально не было. Я смотрю, отчасти не согласен. Вы поймите правильно, я просто, ну, знаю это давно, и в Средней Азии это еще в России не было. Но диаспоры это декоративные структуры. Не они определяют. Это криминальный мир определяет, поймите. Вот где все. Вот они боятся, откровенно, ни диаспоры, выдадут. Это точно могу сказать. То есть реальная власть не у диаспоры, у криминальных углов? У криминального. Касательно, где много денег, где вот это точно. А диаспоры это декоративная настройка, получается. Это, вы знаете, в том числе, они это никогда не признаются в этом. На самом деле, они ничего не решают. А криминальные структуры, они тоже по этическому принципу строятся, как правило? Нет, криминальные структуры, вот там как раз национального вопроса, как правило, нет. Они и русские. То есть, русские есть, азербанжанцы, армяне. Вот здесь не согласен. Вот сейчас, за несколько лет последних, произошла такая трансформация вот этого уголовного мира. И все-таки происходят такие этнические, вот этнические группы. Все-таки необходимо вводить визовый контроль, визовый режим со странами СНГ и прежде всего со Средней Азии. Мировая практика показывает, что подобные проблемы решаются в основном двумя путями. Либо путем интеграции мигрантов и их ассимиляции. Ассимиляции, да. Это вот в Германии, например, так. Для этого нужны громадные деньги. У нас их нет, этих денег. Поэтому мы по этому пути, к сожалению, не пойдем. Второй путь – это введение визового режима, жесткого. По этому пути мы тоже не пойдем, потому что уже сказали, там миллионы русских живут за границей, которых мы отсечем просто от своей страны. Это я сказал о радикальных путях. Сегодня не радикальный. Обязать предпринимателей устраивать этих людей по-нормальному, по-человеческому, чтобы они жили в человеческих условиях, чтобы был организован их быт и труд их был организован правильно, чтобы они не гибли на стройках десятками, и совершенно никому при этом не сообщают, что погибли. Какие выводы должны сделать и граждане, и власть, и государство, и бизнес из того, что произошло в Бирюлево, и от этого накала страстей на этнической почве? Вот выводы должны быть, конечно, чистки. У нас нет ни одной посадки, серьезной посадки, генерала МВД или там сотрудник, поставленный ФМС, который крышует и занимается работорговлей, и поставкой вот этих рабов. Ни одного дела. Так же, кстати, как и по наркоте, когда бы закрыли этого генерала. Вот хотя бы одного посадите. Мы должны понимать, что мы стоим на пороге социального взрыва. Необходимо в срочном порядке проводить глубокую реформу иммиграционной политики и национальной политики. С кадровыми изменениями, обязательно вообще. Нужны совершенно новые люди, с новым взглядом, и не коррумпированные. Страну спасет народная собственность на средства производства и народная власть. Когда власть будет избираться вся, в том числе, в том числе, судьи будут избираться, когда, может быть, даже и прокуроры, как в Соединенных Штатах. Вот когда все будет отчетно перед народом, тогда и будет порядок в стране. Но людям нужно выходить на улицы, пока власть, что они не согласны с тем беспределом. Если люди не согласны, если они хотят выйти, пусть выходят. Я что, их призывать должен? Конечно, пусть выходят. Пусть выходят. Это право. Право на демонстрацию в Конституции прописано. Если будут преступления такие совершаться, сразу будут вот такие массовые беспорядки. Власть должна об этом знать. В первую очередь, надо решать этот вопрос. Чтобы не было преступности среди вот тех, которые здесь нелегально находятся. А я не знаю, откровенно говоря, как это сделать сейчас. В заключении нашего разговора сегодня хотел бы привести результаты голосования, которые проходил на сайте канала Красная Линия. Вопрос был следующий. обострение межнациональных отношений в Бирюлево. Это 3% уверены, что это результат неразвитости классового сознания трудящихся. 4% считают, что это результат бездеятельности местных властей, не реагирующих на запросы жителей. 27% уверены, что это результат непродуманной миграционной политики, проводимой федеральными властями. Точнее, ее отсутствует как таковой. 66% считают, что это результат развития дикого капитализма, которому выгоден дешевый наемный труд. Большое вам спасибо, что вы пришли сегодня в нашу студию. В эфире была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Владислав Жуковский. Всего доброго. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»